Продолжается солнечная яркая программа «Наше утро». Мы по-прежнему улыбаемся вам и надеемся, что наши ослепительные улыбки вас не настолько слепят, чтобы вы посмотрели, досмотрели наш выпуск, потому что мы сегодня с Катей Назаровой говорим о солнечных очках. Да, действительно, Данил Саламатов, вот такое вот яркое вам представление и начал. С первым нашим гостем мы разговаривали о практической пользе солнцезащитных очков, а теперь время поговорить об эстетической. Самое интересное для себя, да? У нас в гостях директор магазина «Оптики» Сергей Юрьевич Кужемратов, и сейчас он нам расскажет о том, какие оправы в моде и в этом сезоне, и как правильно подобрать очки именно под ваш тип лица. Под ваш тип лица. Под мой тип лица, Сергей Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Как же подобрать-то? Как подобрать под тип лица? Да. Ну, скажем так, солнцезащитные очки в принципе надо мерить. Солнцезащитные очки... Пользуясь случаем, не отходя далеко отказывать. Да, сразу и начнем. Вы пока рассказывайте, а я буду мерить. Солнцезащитные очки должны быть удобные, и, конечно, так как они защитные, они должны защищать от вредного ультрафиолетового излучения, ну и, конечно, от солнышка, от солнечного света. По степени защиты от солнечного света очки делятся... Линзы в очках солнцезащитных делятся на пять категорий. Да, вот нам некоторые уже рассказывали, но можете еще раз, да, чтобы мы закрепили. Ну, категории, в принципе, простоя, они друг друга дополняют, то есть по светопропусканию, либо пропускание света 180%, 80% 50%, 50% 20% и от 20% до 0%, то есть практически не пропускают солнечный свет через линзу. Как это определить? Маркировка, да, есть какая-то у них, нам уже сказали, что есть определенные там... Да, что должно быть UV400 написано, но я здесь не замечаю, почему нет. UV400 – это степень защиты от ультрафиолета. То есть UV400 обозначает, что линза в данных очках отсекает длину волны ультрафиолета до 400 нанометров. Это самые вредные ультрафиолетовые лучи, которые бредят нашим глазкам, хрусталику и так далее. Да, действительно, на заушниках бывает, что есть маркировочка на самой линзе, приклеена UV400, либо категория линзы 3. На тех очках, которые здесь мы вот не видим. Сейчас в основном все это прописано в сертификатах. И у каждого добросовестного продавца, на каждый его товар, на каждую группу его товара. Есть сертификат соответствия, в котором все это прописано. Это при посещении магазина несложно попросить, посмотреть и быть уверенным, что... То есть если нет, то на самих очках можно не пугаться, можно попросить спокойно. Конечно, конечно. Отлично. Вообще линзы можно разделить еще по материалам. Бывают стеклянные линзы. Они лучше всего, конечно, защищают глазки от ультрафиолета, но стекло есть минус. Оно бьется, оно тяжелое, поэтому в носке не самое приятное. Но вот еще в носке очень огромную роль играет оправа. А что с ней делать? Как ее подбирать? И как правильно это вообще сделать? Когда вы смотрите на солнцезащитные очки, начинаете их мерить, лучше всего, конечно, взять в руки и пощупать. То есть очки должны хорошо садиться вам на переносицу. Они не должны вам давить, носа упора не должны давить на переносицу. Мне очень удобно, мне не давит пока. Продолжайте. Если оправа давит вам, может быть, на виски, где-то на голову, вряд ли она разносится. Лучше сразу такую оправу не брать и поменять солнцезащитные очки, взять что-то другое. Вот, кстати, вопрос такой. Сколько приблизительно ценовая категория именно хороших солнцезащитных очков, ну, чтобы вот действительно не переживать, что у тебя и зрение испортится, и как бы они были комфортные и доступные. Есть ли такое, что вот цена зависит, показывает этот факт? Смотрите, ну, солнцезащитные очки, если брать именно стоимость самой оправы, наверное, тут все просто. Потому что есть несколько видов пластика, из которого изготавливают оправу до солнцезащитных очков. И тут все более-менее понятно. С линзой посложнее. Качественная линза, она не может дешево стоить. Но зачастую сейчас все-таки используют пластик, и для того, чтобы он защищал от того же ультрафиолета и был комфортный, может быть, там, чтобы присутствовала поляризация, которая убирает все горизонтальные аберрации нашего трехмерного солнечного света. Вот. Все-таки такая линза должна быть многослойной. Многослойная линза не должна расслаиваться. То есть, если очки дешевые, они могут быть с многослойной, хорошей линзой. Но, возможно, в процессе носки она быстро придет в негодность. Поэтому, ну, по моим субъективным наблюдениям, хорошие солнцезащитные очки, ну, стоимостью от тысячи-полутора можно, в принципе, в Челябинске подобрать легко. Ну, в принципе, цена нормальная. Цена адекватная, да. Вот, кстати, у вас видели такую модель интересную. Она вот несколько слоев, да, имеет здесь что-то какое-то особенное, оправданное? Дело в том, что прежде чем подбирать солнцезащитные очки, все-таки надо посетить, наверное, офтальмолога и посмотреть, стопроцентное у нас зрение или нет. Если зрение стопроцентное, то тут все просто. Если вам требуется коррекция, вот оправа с такой клип-насадкой – это выход из ситуации. То есть вот в эту оправу сюда… Это обычные очки, да? Это обычные очки. Мы сюда собираем линзу с диоптриями, а сверху на нее уже непосредственно одеваем клип-насадку. Вот такие вот аксессуары сейчас пошли. Легко, быстро можно преобразиться. Много всего, да, мы, к сожалению, не успеваем все узнать у наших героев, гостей. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Много всего полезного мы с Катей узнали. Надеюсь, что… А главное, я еще и поверила, что я подобрала себе. Напоминаем, что у нас в гостях был Сергей Кужемратов, директор магазина «Оптики».